Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Фарафонов. Мы с вами находимся в Московском музее космонавтики. Я хочу вам рассказать про главный зал нашего музея, который называется «Утро космической эры». Именно в нем мы и находимся. В этом зале представлены первые достижения Советского Союза в освоении космоса. Первые аппараты, которые летали на орбиту. И, конечно же, в центре этого зала находится самый главный космический аппарат. Это первый искусственный спутник Земли. Он был запущен в космос 4 октября 1957 году с космодрома Байконур на знаменитой ракете-носителе Р-7, которую построил Сергей Павлович Королев. Спутник из себя представлял такой шар диаметром 58 сантиметров, массой 84 килограмма. Внутри спутника находился два радиопередатчика, аккумуляторные батареи. Сам спутник пробыл в космосе 92 дня и успел совершить 1440 оборотов вокруг нашей планеты, после чего сгорел в плотных слоях атмосферы. Но это было величайшее достижение нашей страны, наших советских инженеров и ученых. Мы первыми открыли дорогу в космос. Дальнейшие полеты сводились к тому, что в космос должен был отправиться и сам человек. Он должен был посмотреть на нашу планету со стороны, сказать, какого она цвета, действительно ли она круглая. И перед тем, как отправить в космос человека, первопроходцами стали собаки. Знаменитую собачку Лайку вы тоже наверняка помните и знаете. Собачка Лайка, которая отправилась вслед за первым спутником на втором спутнике 3 ноября 1957 года. К сожалению, собачка погибла. Но именно ее полет стал важен с точки зрения физиологии. И ее полет доказал, что живые организмы могут находиться в условиях невесомости. А самые знаменитые собачки, мы можем их увидеть в нашем музее, это были Белка и Стрелка. Они отправились в космос почти за год до полета Юрия Гагарина, 19 августа 1960 году. В космосе собачки пробыли ровно 25 часов, провели полет нормально. Живые и здоровые вернулись на Землю. В нашем музее хранится тот самый подлинный контейнер, в котором они летали в космос. После полета у Стрелки было два потомства. Одну из щенят даже подарили жене американского президента, Жаклин Геннеди. И собачки доказали возможность полета в космос, нахождение в длительной невесомости. Рождалось здоровое потомство. Самих собак отбирали с улицы. Это были все дворняги, выносливые, умные, смекалистые собаки, с которыми проводили тренировки. Они были доверчивые, небольших размеров специально проводился отбор, чтобы могли поместиться в космический аппарат. Всего, чтобы вы знали, в космос летало 48 собак. Ну и Белка Стрелка, которая здесь находится в музее, тоже настоящий. Они прожили полноценную жизнь. И когда уже умерли, их сохранили, забальзамировали. И здесь они хранятся как чучело. Ну давайте вспомним полет Юрия Алексеевича Гагарина. В нашем музее есть полномасштабный макет космического корабля «Восток». Именно на таком корабле в космос и полетел первый космонавт планеты. Старт состоялся 12 апреля 1961 году с космодрома Байконур. В космосе Юрий Гагарин провел всего 108 минут. Именно за такое короткое время корабль полностью облетел весь земной шар. И благополучно приземлился в Саратовской области, близ поселка Смеловка. Вы видите, что возвращаемый аппарат имеет черный цвет. Дело в том, что когда космические корабли возвращаются из космоса, они подвергаются воздействию высоких температур. Корабль нагревается при входе в атмосферу до 2-3 тысяч градусов. И имеет специальное теплозащитное покрытие. На высотах примерно 7 километров космонавт катапультировался из космического корабля. И приземлялся уже на собственном парашюте. Именно так приземлялись первые 6 космонавтов, летавших в космос Советского Союза. Это Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский и Валентина Терешкова. Ну вот, давайте посмотрим с вами внутрь. Внутри у корабля можно увидеть пульт управления, иллюминатор, через который космонавт смотрел на Землю. Под правой рукой находится джойстик для управления двигателями ориентации. Само катапультируемое кресло, в котором находился космонавт во время всего полета. Также в нашем первом зале можно увидеть настоящий ракетный двигатель РД-107. Именно такой двигатель использовался при полете первого спутника, первого космонавта. И в настоящее время ракета-носитель «Союз» на первой ступени использует данные двигатели. Двигатель здесь находится в перевернутом состоянии. На ракете он установлен наоборот, чтобы ракета летела вверх. Двигатель конструктивно состоит из камеры сгорания, сопла и турбонасосного агрегата. С помощью насоса топливо подается внутрь камеры сгорания, топливо здесь поджигается и с огромной скоростью выбрасывается из двигателя. Начинается полет ракеты. За одну секунду в этом двигателе сгорает 250 кг топлива. 4 секунды пройдет, тонна топлива уже сгорит. Поэтому для того, чтобы лететь в космос, нужно ввести с собой очень много топлива. Само топливо хранится в баках. Их еще называют ступенями. Мы сейчас с вами подойдем и увидим уменьшенный макет ракеты-носителя «Восток», которая имеет трехступенчатую конфигурацию. Вы можете увидеть боковые блоки, похожие на морковки, их называют первой ступенью. В центре находится большой блок. Это у нас вторая ступень. И самая верхняя часть ракеты, третья ступень. Наверху же расположен космический корабль, в котором находится наш космонавт. Во время полета, полет ракеты занимает всего 9 минут. У Гагарина выведение длилось 12 минут. На второй минуте полета отделяются четыре боковых блока первой ступени. На пятой минуте отделяется вторая ступень. И на 12-й минуте полета Гагарина отделялся космический корабль. Сам космический корабль мы еще можем увидеть в нашем музее. Вот здесь наверху он представлен уже в собранном виде. Уменьшенный макет космического корабля «Восток», который конструктивно состоит из двух отсеков. Это возвращаемый аппарат космического корабля, в котором находился космонавт. А также приборный отсек, в котором находится запас топлива и двигательная установка для возвращения с орбиты. Приборный отсек сгорал в атмосфере Земли. И на Землю возвращался только большой шар, который мы с вами видели полномасштабный макет в нашем музее. Также в витринах нашего музея можно увидеть уникальные документы, сохранившиеся до сегодняшнего дня. Уникальные фотографии. Здесь мы можем с вами увидеть подготовку к полету первых космонавтов. Это полет Валентины Владимировны Терешковой. Те задачи и тесты, которые они выполняли перед космическим полетом. Здесь можно увидеть знаменитые фотографии и документы, связанные с полетом космонавта Алексея Леонова и Павла Беляева. Это первый выход человека в открытый космос. Здесь можно увидеть письмо руководителя технической группы спасения, которые занимались эвакуацией космонавтов из Пермской тайги. Напомню, что космонавтам пришлось провести двое суток перед тем, как их смогли эвакуировать. Также здесь вы можете видеть знаменитый скафандр Алексея Леонова. Этот скафандр является тренировочным. Именно в нем он проходил всю подготовку к своему легендарному полету. И выходу в открытый космос. Скафандр общей сложности весит 45 килограмм. За спиной находится ранец системы жизнеобеспечения. В таком скафандре 12 минут и 9 секунд Алексей Леонов пробыл за пределами космического корабля «Восход-2». Для обеспечения выхода в открытый космос применялась специальная конструкция, называемая шлюзовой камерой. Мы можем увидеть ее тоже в нашем музее. Шлюзовая камера «Волга». В данной шлюзовой камере космонавты проходили подготовку на Земле. И после выхода в открытый космос Алексей Леонов долгое время не мог в нее обратно вернуться, поскольку скафандр приобрел жесткость, стал более раздутым. И ему удалось зайти в этот шлюз только с третьей попытки. Перед этим немножко сбросить воздух из скафандра. А также зайти в этот люк не ногами вперед, как полагалось, а головой вниз. Чтобы перейти обратно в корабль, ему пришлось внутри еще и развернуться. Испытатели на Земле, когда пытались повторить то же самое, ни у кого не получилось. Это получилось сделать только у Алексея Леонова в открытом космосе. Мы с вами видим тренировочный скафандр Юрия Алексеевича Гагарина. Именно в этом костюме он проходил подготовку к космическому полету. И точно в таком же скафандре отправился в свой легендарный полет. Вот скафандр имеет три основных оболочки. Внутренняя часть изготовляется из резиновой ткани, которая удерживает воздух внутри скафандра. Второй слой – это ткань из лавсана, которая не дает скафандру растягиваться. Третий слой – это была накидка яркого оранжевого цвета, для того, чтобы облегчить поиск и спасение космонавта. В общей сумме этот скафандр весит 20 килограмм. У него есть металлический гермошлем. В правой руке космонавт держал устройство для подключения к баллону с кислородом, чтобы в скафандр подавался воздух. На левой руке также можно обратить внимание, заметить, зеркальце. Оно присутствует на всех скафандрах. С помощью зеркала можно было посмотреть в отражении, увидеть как себя, так и все, что находится сзади, поскольку гермошлем не позволял повернуть голову и осмотреться в кабине космического корабля. В первом зале музея можно увидеть и лунные аппараты. Напомню, что первый аппарат к Луне был запущен еще в 1959 году. Здесь можно увидеть его полномасштабную копию. Задачей этого аппарата было долететь до Луны, врезаться в ее поверхность и доставить туда советские вымпелы. К сожалению, из-за ошибки в расчетах аппарат пролетел мимо Луны на расстоянии 6000 километров, но тем самым он стал первой искусственной планетой, которую назвали мечта. Только второй аппарат Луна-2 выполнил эту задачу и доставил туда вымпелы, которые до сих пор находятся на ее поверхности. Третий аппарат Луна-3 стал тем аппаратом, который смог сфотографировать обратную сторону Луны, потому что вы замечаете, что Луна к нам всегда повернута одной стороной, и что находится с обратной стороны невидимой Земли до 1959 года было неизвестно. В нашем музее можно увидеть те самые снимки, которые аппарат передал на Землю. Можно вспомнить историю, связанную со снимком обратной стороны Луны. В нашем музее хранится бутылка фирменного шампанского, которую получил в дар Сергей Павлович Королев, главный конструктор. Эта история связана с французским виноделом, который при жизни произнес фразу о том, что никто никогда не сможет увидеть обратную сторону Луны. И после снимков, переданных станцией Луна-3, французский винодел выполнил свое обещание, и в Советский Союз было доставлено партии из тысячи бутылок лучшего фирменного шампанского. Эту бутылку тоже вы можете увидеть в нашем музее. Следующий знаменитый аппарат, станция Луна-9, это первый аппарат, который совершил посадку на лунную поверхность. И здесь вы можете видеть как аппарат целиком, так и посадочную часть. Именно вот эта часть успешно прилунилась, затем она раскрывалась как цветок, и с помощью панорамного фотоаппарата были переданы снимки с поверхности Луны, где можно было увидеть ее грунт для дальнейших планирований миссии по посадкам на лунную поверхность.